Наш следующий сюжет, точнее сюжетик такой маленький, на донышке сюжетик, его можно было бы назвать, скажем, праздник лицемерия. Вот в чем смысл этого сюжета. Элла Памфилова, глава ЦИК, то есть Центральной Избирательной Комиссии, сделала замечание известному персонажу, всемогущему пресс-агенту Владимира Путина, Пескову. Она сказала, что Дмитрий Песков в своих выступлениях касательно одного из кандидатов в президенты, то есть можно подумать даже, что она имела в виду Навального, но, естественно, о Навальном Песков не говорит, поскольку запрещено ему эту фамилию называть. Имеется в виду, естественно, Путин в качестве одного из кандидатов в президенты. Так вот, что высказываясь об одном из кандидатов в президенты, Песков проявил очевидные признаки агитации. На самом деле Песков сказал следующее, что Путин, Владимир Владимирович, это очевидный лидер нашего политического олимпа, и серьезных конкурентов на этих выборах у него нет. Вот так сказал Песков, разве кто-то с ним не согласен? Все, естественно, с ним согласны. Ну, можно было бы только сказать не лидера, а пахана, а не политического олимпа, а политического болота, но смысла это не меняет. Поэтому можно вполне сказать, что очевидные признаки агитации, причем агитация, естественно, за Путина, содержатся и во многих выступлениях всех его конкурентов, которые тоже говорят, что это не выборы, а сплошной очковтирательства, которые говорят, скажем, как Навальный, что это не выборы, а переназначения, что, естественно, Путин победит и так далее, как лидер политического олимпа. Что касается до Дмитрия Пескова, то он в ответ на заявление Эллы Памфиловой смиренно извинился, сказал, что впредь будет осторожнее.